Там, где еще недавно кипела стройка, сегодня работают спасатели. Муниципальную службу спасения привлекли для демонтажа объекта. Здесь, на улице Волоколамской, в Красной Поляне, арендаторы муниципальной земли на площади в 200 квадратных метров собирались строить торговый павильон. И строить незаконно. С помощью казаков мы привлекали почти в течение месяца казачество, которое не допустило его капитальное строительство, а именно оставило объект вот на таком уровне, как оно было. В настоящий момент по решению, именно апелляционному решению, принятым прокурором и администрацией города Сочи, вынесено решение суда 31 мая, где собственность на данные объекты полностью уже аннулирована. Снос объекта собрал немало зрителей, которые даже вызвали полицию. После долгого и детального изучения документов, стражи порядка не просто позволили продолжить снос, но и помогли обеспечить безопасность. Кстати, о том, что будущий магазин нужно снести, собственника, как уверяют местные власти, предупредили заранее. Повесили вот такой баннер. Но хозяин стройки его проигнорировал. Торговый объект демонтируют по 222-й статье Гражданского кодекса. Она дает право муниципалитету, во-первых, признавать постройки незаконными, во-вторых, самостоятельно принимать решение о сносе. Процесс сносов ускорился очень значительно кратно. На данный момент мы уже несколько объектов сносим. Причем это не самый большой, это, наверное, самый маленький объект. У нас сейчас идет снос и капитальных строений и так далее. Да, помогает, я думаю, однозначно. К слову, строился павильон прямо в пойме реки, в рекреационной и водоохранной зонах. Но это бизнесменов явно не смущает. И даже тот факт, что в русле горной реки такое строительство как минимум может быть опасным, не заставил их задуматься о правильности своих действий. Кстати, ранее уже были попытки разместить на этом месте рынок, построить офисные здания, а ручей заключить в бетонную трубу. Но администрация решила иначе. На этом месте появится прогулочная зона. На Красной Поляне, кроме в центре у нас парка, больше парковых зон по существу нет. Везде дома частные. Потому мы хотим благоустроить указанную территорию именно под такую зеленую зону. Проект бульвара защитников Кавказа уже готов. Он будет 125 метров в длину. Предусмотрено несколько прогулочных террас и видовых площадок на Аибгинский хребет. Несколько художественных пешеходных мостов через ручей Мельничный. В нижней части бульвара будет построен бювет. Также запланирован карман для парковки. Сейчас ведутся переговоры с инвестором. К работам планируется приступить в ближайшее время.